МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии член комитета по охране и здоровье Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Петрович Петров. Добрый день. День добрый. Александр Петрович, рады Вас видеть. Ваш очередной приезд на территорию Еврейской автономной области. Он у нас совпал с достаточно замечательными событиями. Даже не сомневаюсь, участие в голосовании приняли. Да, я, во-первых, проголосовал на избирательном участке номер 10 имени героя Российской Федерации Андрея Ковтона. Я решил почтить память этого парня, который ценой своей жизни, спас товарищей, совершил боевой подвиг. Для меня это высокая честь. И, конечно, он навсегда останется в памяти земляков. И в целом Российской Федерации. Это ребята настоящие герои, которые выполняют свои задачи. Я все-таки достаточно много работаю для фронта. Недавно меня наградил министр обороны боевой медалью. Мы продолжаем эту работу. Она для меня, конечно, базовая. Трудно, но ребятам еще труднее. Уж если так по-честному, трудно. Но то, что делают наши парни, наши обычные парни, это настоящие патриоты, это настоящая элита Российской Федерации, которая точно изменит лицо общества в лучшую сторону. Мы самоосознали даже, что мы такое россияне, что мы значим как нация и что такое Россия. У нас это осознание происходит с каждым днем. Это я вижу по сплоченности общества, потому что люди говорят, потому что мы не топчемся на месте. Мы точно выбрали стратегический путь развития России. Понимаем, куда идем. И на послание президент еще раз сказал, ребята, не сомневайтесь. Идем вот туда уверенно. У нас обеспечено все финансами и дороги. И коммуналка. И самое главное, максимальное количество семьи и образования детей. То есть вот такие концепты, которые раньше были где-то сначала экономика, развитие заводов, это всегда идет. Но вот обращение в семью, вопросы воспитания детей, образования детей в будущее России, он вот эту мысль очень твердо выразил. Я видел, вы очень эмоционально отреагировали в своей соцсети на послание, как в смысле предваряя его, так и по горячим следам подводя итоги. Что больше всего действительно займем? Всегда. Я уже 12 раз на послание и практически каждый год 3-4 раза с президентом происходят встречи. Для меня важно не только слова, которые можно на бумаге прочитать, но те живые эмоции. Если он живой человек, что он испытывает при этом? У нас же много дискуссий. Например, мы там практически все переругались из-за выравнивания зарплат для работников бюджетной сферы по регионам. Для нашей еврейской автономной области это крайне важная тема. Он поставил точку. Зарплаты выровнять. В 25-м году пилотные проекты и отрегулировать, как будем работать по регионам. С 26-го года перейти на федеральную систему. Я, честно говоря, даже выдохнул, потому что я настолько верил, что все-таки мы победим наш лоббизм. И он выразил волю большинства, которые действительно на разных площадках ему говорили. Он очень четко развернул все в сторону семьи и сказал, мало поддержки, скажите, что еще добавить, чтобы все-таки Россия пребывала своим населением, рождением детей, особенно в тех регионах, где рождаемость низкая. И будет изменение стратегии, в том числе обращение большего внимания на те регионы, где рождаемость низкая. Это коснется многих сфер. Он очень четко выразил мысль, какая будет Россия. Он сказал, олигархи – это не те, на кого надо равняться. Потому что они что-то где-то приватизировали и на имуществе народа наживаются. Ни одного олигарха не было на послании. Ни одного. Это впервые. Такой вот акцент. И он сказал, защитники Отечества – это наша новая Россия. Объявил о том, что будем обучать, будем готовить, будем проходить разное тестирование и конкурсы, и программы обучения. И они будут занимать важнейшее государственное пост. Я полностью с ним согласен. Передавать власть в руки молодежи, которая будет подготовлена и будет думать о нашей государственности, которая защищала Россию. Это, знаете, это правильное решение, потому что очень беспокоишься все-таки, а что после тебя? Да? Как будут жить дети? Как будут жить внуки? В какой стране бонжи? Не порвут ли нас? Все время пытаются Россию как-то спровоцировать и расширить. Не получается. И не получится. Мы выбрали свой путь. И мне на самом деле стало… Я бывший учитель. Мне, например, по ЕГЭ очень сильно, конечно, многие задавали вопрос. Я уверен, был с самого начала и говорил это несколько лет еще назад. И многие жители области подтвердят. Я им прямо говорил. ЕГЭ нужно не всем. Оно должно быть разнообразным. Он твердо пересказал, как будет ЕГЭ происходить. И я уверен, что эта система все-таки претерпит изменения. Мы вернулись к нашей системе образования. Слава Богу. Где и воспитание, и образование. Патриотизм. Мы вернулись к начальной военной подготовке по факту. Это крайне важно. Парень должен уметь обращаться с оружием. Это как факт. Ну, образовательная триада наша замечательная. Я думаю, что подготовка кадров, то, о чем он заявил, технических кадров, она навсегда поставит точку в спорах о как все-таки будут готовиться, как будут работать вузы, колледжи. Вот все-таки слово техникуму мне ближе. Школы, детские садики. И выделены дополнительные ресурсы на создание школ. Немного ранее стартовала весенняя сессия Нижней Палаты. Вот Государственная Дума, насколько, скажем так, вот после послания был переверстся, может быть, план законотворческой работы? И как бы, может быть, сместились или нет приоритеты? Или изначально что-то закладывалось? Началась специальная военная операция, план работы изменился. Мы практически еженедельно, за редким исключением, по шесть недель подряд пленарное заседание, потому что мы вживую по ситуации стали быстро работать с законопроектами. Это не так просто, но все-таки возникла несколько новая схема работы, насколько быстро должен законопроект проходить. Раньше они могли проходить 12 лет, там законопроекты 10 лет проходили. Времени, пока он становился, все уже устаревало. И сегодня стиль и темп работы, конечно, так нужно хорошее здоровье иметь, я бы первое, что сказал. Второе, что крайне важно, это то, что основные моменты обращены, опять же, на социально-экономическое развитие России, на поддержку специально военной операции, на развитие новых регионов. Вы посмотрите, как мы их быстро развиваем, как мы их быстро ремонтируем и строим новое там все. У каждой области и у еврейской автономной области есть закрепленные подшефные районы, где фактически это дополнительный населенный пункт еврейской области, например. У каждой области так. И поэтому законотворчество идет очень интенсивно. Сейчас, после послания, в связи с тем, что появится 5 новых национальных проектов дополнительных, и моя, например, задача работать по национальным проектам онкология, кардиология, сахарный диабет добавился. И он сказал, плюс 1 триллион в инфраструктуру здравоохранения. Это в ремонты больниц, а у нас уже наглядный пример, это ремонт областной больницы. Это 61 фельдшерско-акушерский пункт, это 15 амбулаторий. Когда это было? А это все сделано за последние три года. И этот темп набрали, и мы полностью реконструируем систему здравоохранения. Мой последний вопрос после послания была встреча с министром здравоохранения, и мы вместе со счетной палатой, с председателем счетной палаты Российской Федерации, вместе с членами комитета по охране здоровья, это большой серьезный комитет, принимали отчет министра здравоохранения, потому что будет скоро отчет правительства. И я отложил все вопросы, они тоже есть сложные вопросы, и задал ему конкретный вопрос, Михаил Альбертович, все-таки, когда мы прекратим перекидываться бумагами по поводу строительства детской поликлиники, она теперь видится уже не такой, какой ее делали в 2020 году, за 9 миллиардов 9 тысяч квадратных метров. Я поразился, я понимаю, почему федеральные органы власти сказали, ребята, вы что там придумали? Поэтому тот вариант ушел, это теперь он сказал, мы обязательно ее построим, он это заявил под протокол, я ему сказал, Михаил Альбертович, вы под протокол заявляете, что мы обязательно построим. И второе, он назвал источники финансирования, за счет чего она будет построена. Вот это, для нас это крайне тяжелый вопрос, который нужно решать. Для нас мы единственный субъект, у кого нет поликлиники. Я считаю, для меня это личный вызов, и я его все равно догрызу. Кстати, не сомневаясь, в свое время, когда был в командировке в Свердловске, я видел поликлинику в новом микрорайоне, которая, скажем так, построена была по вашей инициативе. Кстати, она, по-моему, тоже там принимает сопоставимое количество пациентов. Сейчас 32 тысячи, бесплатно принимают детей. Это там? Здесь у нас 19 тысяч детей, которых нам надо принимать. Понятные параметры, это полторы тысячи примерно квадратных метров, легкосборная конструкция, надо строить быстро. А я сказал, что дальше я займусь оборудованием. Мы с губернатором обсуждали вопрос закупки дополнительного оборудования в областную больницу. Посчитаны цифры. И Жуков Валерий Александрович пообещал передать справки прямо по отделениям, куда что нужно. Мы вместе с губернатором будем снова лоббировать вопросы выделения федеральных средств, для того, чтобы мы оборудование упаковали. Мы сэкономили федеральному бюджету за счет того, что отказались от идеи строительства нового здания, а за счет ремонта. Да, это дорого, но это намного дешевле, чем новую больницу строить, и которую будут строить еще там 10 лет. Мы имеем моральное право на эти 400 миллионов рублей, чтобы области их передали для закупки оборудования. Я уверен, что этот вопрос будет решен, он текущий, мы его должны решать тоже быстро. Спасибо, Александр Петрович. Если вернуться немножко к другой тематике, я знаю, что вы, скорее всего, присутствовали на форуме будущих технологий, а даже если не присутствовали, скорее всего, следили. Мы работали в ВКС, у нас пленарка была. Пленарка. Рад свеч идет о пленарке, то есть выступление Владимира Владимировича Путина. Мы мы не слушали. И, скорее всего, в сообществе обсуждали. Конечно. Оно большое, тем затронуто очень много, но не я… Я смотрел свой раздел здравоохранения, меня особенно… Я тоже смотрел, но меня волновала там зарплата медиков. Не, раздел здравоохранения, в том числе и зарплата медиков. Сформулирована мысль генеральная. Первое – это социальная помощь малым городам и населенным пунктам. И состоялось заседание правительства, где твердо прописано все, как будет. Уже прямо инструкция, как делать, кому положено, кому не положено. Я думаю, будут опять нюансы, придется корректировать. Но мы хотя бы сейчас 80% медиков – это врачи и медсестры. В городах до 100 тысяч, в городах до 50 тысяч, то есть меньше еще населенные пункты. Мы решим проблему дополнительно через социальные выплаты, а потом, когда будет выравниваться зарплата по регионам, конечно, эта система снова претерпит изменения с 1926 года, это будет касаться всех. Но цифра 50 тысяч плюс для врача – это хорошая цифра. Да, 30 до 50 тысяч, но прилично. Медсестра 30, врач 50 – это очень серьезно. И еврейская автономная область – это опять впрямую касается. Мы подтянемся к зарплате Хабаровска. Он крупный город, там не будет такой доплаты. Еще одно совещание, я знаю, вы проводили, я так понимаю, и как руководители, может быть, рабочей группы, и участвовали в работе комитета по охране здоровья. Это заседание было посвящено реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Перед этим встретились, да, вот с сотрудниками медицинского центра. У нас была большая, было выездное заседание, я веду эту рабочую группу по федеральной программе «Онкология» уже много лет, как только он появился, этот проект, это шестое или седьмое заседание мы ведем с регионами традиционно. Они говорят, нам что нравится, вы нас не воспитываете там сверху, а вы нас слушаете и спрашиваете, а, ребят, что еще нужно? Это правильный подход, да. Мы встретились с трудовым коллективом, там порядка 200 человек. Проговорили с ними тоже оплату труда, какие они медицинскую помощь оказывают. Посмотрели школу, где дети, онкологически тяжелые дети учатся и получают образование. Там специально при них школа с учителями, которые прямо в больнице находятся. И мне очень понравился этот медицинский центр. На самом деле все передовые технологии собраны не в Москве, а уже в области. И они говорят, мы примем пациента из любого региона Российской Федерации. Это еще одно. И, конечно, это так, как деньги, опять же, федеральные выделяются. Мы контролируем, насколько правильно они распределены по регионам. И кому-то, может, не хватает. С нами вместе участвует огромное количество и прокуратуры генеральной, и Минздрав, и те, кто финансисты, которые выделяют деньги. Такое коллегиальное совещание. Мы подводили итоги 2023 года. По факту, он в 2025 году уже не будет работать. Надо его по новой готовить. И у нас сейчас идет подготовка по продолжению этого федерального проекта. Будет три федеральных проекта точно продолжено. Это сахарный диабет. Мы хотим решить эту проблему с сахарным диабетом по Российской Федерации. Долго к ней подбирались. Она очень финансово емкая. И нам помог опять президент. Он сказал, ладно, он все это слушал, слушал и сказал, хорошо, примем решение. Принял решение политическое. Наша задача расписать это, и чтобы это работало эффективно. Один из механизмов совместной закупки регионов, расход на лекарство большой. При совместных закупках 5-6 регионов объединяются. У нас экономия средств на каждом конкурсе от 15 до 20%. А то, что мы объединили федеральное финансирование и закупка прошла по федерации, по заявкам регионов и розданных регионов, сэкономлено 20 миллиардов рублей. Вот эти механизмы на практике отрабатываются, правоприменительная практика появляется. И мы их как бы нормативной документацией добавляем. Вот в этом суть моей работы, чтобы можно было врачам дать больше возможностей. В целом, мы очень позитивно проект оцениваем. Вы знаете, например, даже по еврейской автономной области у меня есть обращение по онкологии. Я направляю для второго мнения или в Москву, даже иногда за рубеж, говорю, а как бы вы лечили? Они мне говорят, протокол лечения еврейской области правильный. Это дорогого стоит. Депутат Городской думы Андрей Павлов сейчас проходит лечение уже год. Это настоящий мужик, который 33 химиотерапии выдержал. И мне говорят, у него правильный протокол лечения, и с ним все должно быть хорошо. Вот это конкретные живые люди, и ты понимаешь, что твоя работа не зря. Вот это стоит ради этого работать. Я знаю, не так давно на заседании Государственной думы вы докладывали законопроект об обращении лекарственных средств. Насколько я знаю, это как раз мы пытаемся создать единый рынок или как, вот между, скажем так, партнерскими государствами? Семь лет назад, по-моему, принято политическое решение о создании Евразийского экономического союза. Президент Российской Федерации подписал это международное соглашение. В рамках этого соглашения нам кажется правильным, и президент это поддержал наше предложение по лекарствам, развить единый рынок лекарств не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Киргизии. И Армения пытается присоединиться, но как-то так с Арменией сложно все. Но мы все говорим, пожалуйста, работаем вместе по единым правилам и производим по единым правилам. Не все гладко идет, но законопроект касался этого. 156 поправок – это вот такой толщинный документ. Я с ним год работал. И это позволяет сейчас практически еще раз дать фармпроизводителям возможность по европейским практически стандартам. У нас евразийские стандарты соответствуют. Производить лекарства у нас 552 фармпроизводители с лицензией в Российской Федерации. За последний год 8 новых фармпроизводств появилось в России. И очень серьезных, наукоемких таких, они связаны были больше с септическим розовым, с вакцинами. Но они появились. Это мощная производция научной коллективы. И это позволяет говорить, что мы технологически способны произвести практически любые лекарства. Это крайне важный момент. Вы у меня как раз и вопросы с языка и снимали. Потому что вопрос я хотел дорисовать не просто Александру Петровичу Петрову, депутату Госдумы, а как руководителю экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Сложно называется. Но мы выходим на параметр больше 50% российских препаратов. Мы получили по факту эту уже цифру. Мы видим прямо в онлайн режиме. У нас же теперь цифровое все. У нас же маркировка каждой упаковки позволила нам многие процессы видеть. Мы перешли на электронные рецепты. Еврейская автономная область у нас тоже полностью перешла. Нам позволило это делать своевременные закупки. Мы в декабре выделяем деньги в регионы на следующий год. Это позволило им разыгрывать конкурсы сразу в декабре и до этого в ноябре. Вы смотрите, у нас 12 тысяч было необеспеченных рецептов. Но падало 8, 10, неважно. Сейчас 100, 200, опять сразу же падает. Мы видим эти 100, 200. 100, 200 рецептов проще решить, чем 12 тысяч. Проще. И естественно власть справляется. И я просто губернатора поблагодарил, что эта задача все-таки решена с ольготниками по обеспечению лекарств. Бывают сбои, но уже вот таких массовых жалоб, конечно, нет. Мы вторую задачу решаем сегодня. Это полный цикл производства. И кто бы нас там не критиковал, чего бы он ни говорил, здесь один из заводов по производству сырья для лекарств. И там площадка развивается. Я там был, я смотрел, что спроектировано, каким образом идет финансирование. Я вижу, что федерация заинтересована и без каких-то проблем выдает ту документацию, которая позволяет им двигаться дальше. В принципе, достаточно внимательно слежу за вашими публичными выступлениями. Вспомнил вашу сессию в рамках Восточного экономического форума. Цифру вы тогда очень интересную тогда назвали. Что в России лекарственное обеспечение растет на 15% в год. Эта цифра, динамика сохраняется? Вот нет здесь вот такого вот лукавства статистики, знаете, вроде как средней температуры по больнице. Смотрите, если говорить в деньгах, то у нас добавляется примерно 15% в финансовом обеспечении. Но съедает примерно 7-8% инфляция, допустимая наценка, которую ФАС утверждает. Цена регулируется на этот список жизненно важных. Мы говорим о списке жизненно важных. Мы должны понимать, есть общие списки, где они регулируются, а есть 800 с лишним препаратов, за которыми я тоже лично чуть не каждый день смотрю. За это отвечает федеральная антимонопольная служба. Вот по ним у нас рост увеличения финансирования примерно 15% в год. Вот о чем я говорил. Из них половину съедает инфляцию, но все-таки мы добавляем. Плюс у нас есть внебюджетные источники финансирования лекарствами. Это примерно 80 миллиардов, эта цифра очень большая, по фонду Круга Добра. Это дети с орфанными заболеваниями. Видит Бог о том, что я говорю правду, дети из еврейской автономной области попадают точно так же очень быстро в эту программу. Буквально за 2-3 недели. Сейчас все в электронном виде поступает. Недавно на контроле держал маленького очень ребенка, обнаружили генетическую мутацию спинальной мышечной атрофии. Через 2-3 недели там все на учете. У другого ребенка была проблема, операция надо изменяющая. Ножка растет, нужно протез изменяемой длины, очень сложный. Они быстро это решили. То есть все проблемы стали решаться достаточно быстро. У меня сейчас вот сказать, что есть тупиковая проблема, которую не могу решить. Ну кроме тех, если только Бог может решать, а врачи говорят, мы бессильны. Если врачи говорят, мы можем, и эта технология есть, практически мы добиваемся результата всегда сейчас. Для меня это большое счастье, потому что особенно по больным деткам добиваться и видеть потом, что это ребенок здоров. Много на самом деле жалоб по детям, их хочется меньше, но я уверен, нам нужно наращивать кадровую составляющую здесь. Мы должны решить эту проблему и построить детскую поликлинику, заниматься первичными диспансерными учетами детей. Ну, есть эти проблемы. Но из того, что если проблема даже возникла и она как-то не решается, ну, занимаемся и решаем. Александр Петрович, я знаю, что вы, можно сказать, с корабля на бал, знаю, что лично присутствовали на встрече с работниками жилищно-коммунальной сферы. От нас, наверное, им достается больше всего. Да, мы недовольны кучами снега, мы недовольны мусором, который где-то там появляется. Но, согласитесь, ситуация стала видна, города становятся чище. Я вижу, что Бербиджан стал чище, стал чище. Я вижу, что обочины дорог приводят в порядок. Я вижу, какое количество дорог строится, когда это было, и в этом году сумма еще больше. В этом году сумма уже на дворы пошла, вот на какие-то переулочки. Я думаю, что еще несколько, вот буквально 2-3 года мы все дороги в Бербиджан не должны привести в порядок. И я их еще поздравил с большим объемом будущей работы, потому что утвержден мастер-план развития города Бербиджан. Его, в том числе, президент посмотрел и сказал, окей, все, утверждаем. Это серьезная работа, надо перекопать практически весь город, привести ливневки в порядок, чтобы нас не топило. И я уверен, город будет красивым. И спасибо за их незаметный труд. Иначе мы бы утонули все в мусоре здесь и в снегу. Но все-таки ситуация меняется в лучшую сторону. Это очень благородная работа. Мы их поздравляем, благодарим их за этот труд. Дай Бог им здоровья и очень тихого семейного счастья, чтобы у них все в семье было хорошо. Спасибо за теплые слова. Спасибо, Александр Петрович, как обычно, за обстоятельный и детальный разговор. А я напоминаю, сегодня гостем студии был депутат Государственной Думы от Еврейской Автомобласти Александр Петрович Петров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!